Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперёд, а только всем вместе! 42 участника из 13 районов Тюменской области сегодня пройдут по маршруту здоровья. Я вижу, что здесь уже есть организатор мероприятия. Людмила Сергеевна, здравствуйте! Расскажите, как будет проходить соревнование? Я знаю, что будет эстафета. Эстафета будет у нас 4 по 500 метров. Поэтому надо сначала пройти эту трассу, чтобы они ознакомились. Почти 50 человек, они все такие активные, разминаются, готовятся. Сложно было их собрать? Нет, 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 очень активно. Это у нас областной фестиваль, Союз пенсионеров России. Вот буквально за неделю все собрались. Давайте познакомимся с Зоей Андреевной. Ей 84 года, из них 9 она занимается скандинавской ходьбой. Расскажите, почему вы так любите этот вид спорта? И вот я встаю, и мне надо идти уже, чтобы коленочки работали. Ну, я еще в спорткомплекс хожу, мы там гимнастикой занимаемся. Сегодня желаем вам успехов и обязательно победы. Ну, конечно, первое место займут. Инна Александровна, вы сейчас говорили про новый имидж пенсионера. Вот какой он современный? Человека активного, здорового, человека интеллектуально развитого, человека, который готов делать не только для себя, но и для других. Человек, который не сидит на лавочке, не судит, не рядит, не щенкает семечки. Нет того образа бабушки древней, которая была совсем недавно. Новый образ, новый облик. Человек подвижный, активный. Считается, что при скандинавской ходьбе сжигается на 46% больше калорий, чем при обычной прогулке. А еще такой вид спорта улучшает координацию и развивает чувство равновесия. Так что за наших спортсменов мы можем быть точно спокойны. Ну что, Тюмень, не отдали победу гостям? Не отдали, боролись до конца. Сложно было? Ну, сложно было бороться всегда, конечно, сложно, но терпимо. Мы вас поздравляем! Ура! Ура! Так, а чего пляшете? Вы же не выиграли. Ну и что? Настроение все равно хорошее. Настроение хорошее, все довольны, и мы довольны.